Путешествие по советской эпохе началось прямо на ступеньках музея с предложения отведать чаю из настоящего русского самовара с баранками. Пока гости угощались, музейщики торжественно открыли Ночь музеев викториной с вопросами о Советском Союзе. Традиционно на празднике был аншлаг. Одним не терпелось поностальгировать по своему детству и юности, другим познакомиться с бытом, увлечениями и повседневной жизнью советского человека. Это и общепит, это радиолюбители, это поэты-шестидесятники, это бардовские песни, и связанные с ними комсомольские стройки, турпоходы, ну то, что было очень модно среди молодежи тех лет. Это зона служу Советскому Союзу, посвященная Красной Советской Армии. Это и прически того периода, и костюмы того периода. То есть то, что составляло, было рядом с советским человеком каждый его день. Одна из арт-зон мероприятия привлекла наибольше внимания посетителей. Речь идет о коллекции советских радиоприемников любителя Олега Ипполитова. Некоторым экземплярам порядка 70 лет. Более того, почти вся аппаратура исправна до сих пор, и, несмотря на свой возраст, может составить достойную конкуренцию современным аналогам. Это музейное оборудование, которое собиралось собственными силами и средствами. Приемники радиостанции, которые применялись во время войны, сразу после войны, использовались в стационарных условиях, ну а также на танках и другой технике военной. С миру по нитке. Где-то кто-то выбросил, где-то подобрали, где-то купили, собрали, отремонтировали, настроили. Вся техника вся в рабочем состоянии. И, в общем-то, на сегодняшний день показывают неплохие технические характеристики по сравнению с современной аппаратурой, даже до такой степени. В советский вечер у гостей была уникальная возможность сыграть популярные в то время шахматы, шашки и домино-линарды. Сделать прическу в стиле 60-х, послушать бардовские песни у костра, на мгновение окунуться в армейскую жизнь советского солдата или станцевать твист под песни из «Кавказской пленницы». Я в эту эпоху родился, получил эту эпоху образования, прошел армию. Так что для меня это эпоха очень большой кусочек жизни, который меня воспитал, как говорится, и дал свой менталитет, свое понимание происходящего. А то, что здесь пионеры вот здесь ходят, я тоже проходил в свое время. Так что здесь действительно какая-то ностальгия немножко по ушедшему времени. Так что все прекрасно. Очень стиляги красиво станцевали, то есть они вернули их в те годы, которые мы, может быть, забыли об этом. То есть ностальгия по Советскому Союзу есть. Не забыли организаторы проекта и про юных гостей. В детской арт-зоне «Яролаш» был организован показ советских мультфильмов, спектакли, мастер-классы по созданию пилоток из бумаги и другие развлечения. Словом, как детям, так и взрослым путешествие по эпохе СССР удалось на славу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!